Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. И короткий анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. Майнинг набирает обороты. Еще одна крупнейшая ферма обнаружена в Дагестане, на этот раз не в горах, а в Каспийске. Первый авиарейс за два последних года. На святые земли в Малый Кадж отправились более 200 паломников из Дагестана. Бумеранг на ННТ – короткометражный художественный фильм, основанный на реальных событиях. О чем картина, расскажем сегодня в выпуске. Криптовалюта в тренде. Еще одна крупнейшая майнинг-ферма обнаружена в Дагестане, теперь уже в Каспийске. Для произведения цифровой криптовалюты мошенники незаконно подключились к электросетям. Оборудование прятали в бытовке строительного объекта. Напомним, что Дагестан занимает первое место на Северном Кавказе по количеству ферм для майнинга. Всего за 11 месяцев в республике обнаружили 18 таких станций. Учитывая высокую степень общественной опасности подобных явлений, деятельность органов внутренних дел направлена на выявление и пресечение фактов организации добычи криптовалют. Путем несанкционированного подключения к электросетям, которые квалифицируются по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лечение свободы на срок до 5 лет. Состоялся первый за два года авиарейс из Дагестана на святые земли Мекки и Медины. Накануне вечером из Махачкалы вылетело около 250 человек. В течение двух недель они будут находиться в Саудовской Аравии и совершат малый хадж Умра. В Махачкалинском аэропорту паломников провожал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Два года ограничений. И вот первый долгожданный вылет из Махачкалы на святые земли Мекки и Медины. В три часа ночи зал ожидания столичного аэропорта заполнен паломниками и провожающими. Эмоции у меня, вот прям, я не знаю, правда ли не правда, вот у меня не верится. Вот только я визу получила, сейчас уже осуществилась моя мечта. Ну, я уже в 19-м году была, два года еще мечтала поехать, но вот я еще долечу, потом уже точно буду уверена. Совершить малый хадж через компанию «Марва Тур» отправляются не только дагестанцы, но и жители других регионов России. Первая моя поездка в Саудовскую Аравию, она состоялась при непосредственной поддержке компании «Марва Тур». То есть, ею были созданы все условия, замечательные руководители, замечательные условия, начиная с вылета, заканчивая размещением и всем всем. Поэтому данная компания, она проверенная, зарекомендовала себя на нашем рынке. Поэтому не стал проверять другие какие-то компании, уже более надежные проверенные компании, решил полететь туда. По прямому авиарейсу из Махачхилы в Джиду отправились 248 паломников. Они будут пребывать на святых землях две недели. Желание паломников очень усилилось, и это заметно по самим паломникам, как они очень трепетно относятся к этой поездке и готовы выполнять очень даже такие детальные, мелочные вещи, чтобы ничего не упустить и попасть на эти земли. Пополомники, как мы уже сказали, очень трепетно подходят к этому вопросу. И все эти вопросы выполнили, подошли к вакцинированным, подошли к тест пройденными. И, аль-хамду-ля, сейчас они проходят регистрацию, и уже почти полрейса уже прошло. После снятия ограничений рейсы в Саудовскую Аравию станут регулярными, отметили представители Марва Тур. Это значит, что для мусульман России вновь открыт путь к святыням ислама. Хамз Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Камиль Магаев, телеканал ДНТ, Махачкала. Еще одна благоустроенная территория в Махачкале готова к открытию. Проспект Петра Первого, ныне Керимово, в районе многоквартирного дома номер 59Д, ранее была известна как улица с металлическими гаражами. Теперь здесь новые скамейки, урны и столбы освещения. Появились игровая и спортивная площадка. Отметим, в рамках комплексного благоустройства в данном квартале уже обновлены несколько дворов. Заасфальтирована дорога и появился сквер. Была очень безобразная территория, вообще заброшенная. Огромное количество гаражей было, которые были демонтированы. Территория была очищена. Были утечки с водопроводов, тоже были устранены данные утечки. На сегодняшний день мы увидим, что здесь получилась прекрасная отсюда доступная территория для организации досуга горожан. Данный сквер полностью завершен. Здесь общая площадь благоустроенных территорий, 4120 квадратных метров. Выполнены следующие работы. Устройство пешеходных дорожек, стратуарные плитки, установка бордюрного камня, устройство поливочного водопровода. Также устройство паркового освещения, устройство газона, детской игровой площадки из мягкого покрытия и семи элементов. Также установлен фонтан, скамейки, урны и проведена санитарная уборка и обрезка деревьев. Пока на окраинах идет благоустройство дворов, в центре города устанавливают главную елку. Высота новогодней красавицы со звездой 32 метра. Диаметр нижнего яруса 12 метров. Конструкция выдержит ветер, обещают в администрации. Она усилена бетонными блоками и перетяжками, удерживающими каркас. Ель украсит шарами, снежинками и 800-метровой гирляндой. С 25 декабря здесь будут проводиться концерты и праздничные программы для детей и взрослых. Я вот смотрю, что планомерно она завершается, строится. И думаю, что близится радость наша детская предновогодняя для детей, для взрослых, для родителей также. Учитывая, что и мы ждем этот праздник, все-таки вот эта предновогодняя атмосфера, она радует, поднимает настроение. Тебе елка нравится? Очень. А что именно нравится тебе там? Игрушки когда появятся? Или сама из-за того, что большая? Большая. Податки ждешь? Угу. Дополнительно, главную площадь столицы украшают цветовые арт-объекты и декоративные конструкции. К другим темам. Восточные декорации, звездные гости, живая музыка и дегустация вкуснейших блюд от поваров из Турции. Все это можно было увидеть на открытии нового турецкого ресторана в Махачкале. Кулинары в Дагестан приехали совсем недавно, еще даже не знают русского языка. Общаться с персоналом приходится через переводчика, так что можно не переживать, блюда будут точь-в-точь, как в Турции. На открытии побывала и наша съемочная группа. Асиль Манапова расскажет подробнее. Интерьер ресторана – восточная яркость, примечательные детали и специальное освещение. Главный шеф-повар и семь его помощников привыли в Махачкалу, чтобы радовать посетителей настоящим вкусом турецких яств. А эффектная подача десертов и мясных блюд не оставит равнодушными даже самых опытных гурманов. Наш ресторан – это адана-кебаб, семейный ресторан. Мы специально пригласили с Турции поваров готовить турецкие блюда. И помимо турецких блюд у нас есть турецкие сладости. А фирменное блюдо у нас – адана-кебаб. Коронное блюдо, как и название заведения – адана-кебаб. От одного запаха нежнейшего мяса, приготовленного с настоящими турецкими специями, можно потерять голову. А готовить его будет шеф-повар Халид Дагдеврен, который до этого работал в ресторанах Анталии. На самом деле в Турции это блюдо очень острое, но мы здесь делаем остроту поменьше, чтобы каждый смог поесть и оценить это блюдо, и чтобы всем понравилось. На открытии ресторана настроение создавали не только щедрые угощения поваров, но и приятная восточная музыка и песни. Для гостей ресторана также была проведена викторина с шуточными и в то же время интересными вопросами о Турции. Ответившие верно получили сертификаты на посещение ресторана. Вопрос к вам, Магомед Расул, у кого Филипп Бедросович Киркоров украл песню «Ой, мама, шикадам». Как этот был популярный такой, я романала... Тельман? Нет, нет, близко, Тельман, рядом. Да, 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 вот это, Таркан, это чуть таракан, Таркан, да, Таркан. В Аданаке баб каждый найдет для себя что-то вкусное – овощи, мясо или рыба. А турецкий чай с пахлавой или ирмик отлично завершат вечер. Первые посетители ресторана уже оценили блюда от зарубежных поваров. Очень красиво, в турецком стиле все. И вот только я поел чечевичный суп. Я во многих этих турецких ресторанах за границей ею, она точно такая же вкусная. Мне очень понравилось. Тут царит культ мяса. Несколько видов шашлыков из баранины, люля-кебаб, шашлык из курицы. Кстати, специи, а также чай и кофе сюда привозят прямиком из Турции. Меню также традиционные салаты, турецкие лепешки, пиде с различными начинками, запеченные овощи, десерты. Первое впечатление, конечно, очень хорошее, приятная обстановка, уютно. Очень вкусно готовят. Скорее всего, это не первый раз, который я сюда пришел. Также подумал уже со своей семьей сюда прийти. Обстановка действительно очень приятная. Я уже вот в инстаграме и ватсапе уже всем своим друзьям скинул то, что здесь очень хорошо. И я думаю, и друзья, и я сам тоже сюда часто будем приходить. Если вы не успели слетать летом в отпуск, не расстраивайтесь. Теперь кусочек Турции есть в Махачкале. Окунитесь в атмосферу Востока вместе с Адана Кебаб. Асель Манапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Шесть бойцов Махачкалинского ОМОН «Горец» стали почетными донорами России. На протяжении нескольких лет они более 40 раз сдали кровь для нуждающихся в ней пациентов. 15 лет назад я пришел в станцию, в республиканскую станцию переливания крови и стал донором. И вот уже сдал кровь более 40 раз. Я надеюсь, что моя кровь помогла спасти чью-то жизнь. И вообще сотрудники нашего подразделения, многие сотрудники подразделения являются донорами. Отметим, около 60 сотрудников подразделения управления Росгвардии по республике Дагестан уже являются почетными донорами России. И еще очень много ребят, которые и после того, как получили звание почетного донора, приходят, продолжают также сдавать и помогать спасать маленькие жизни наших маленьких пациентов, за что мы им очень благодарны. Также у нас очень много сотрудников ОМОН, которые еще предстоит им этот долгий путь на пути к почетному донорству. И несмотря ни на что, они приходят и постоянно дают кровь. И в период пандемии они нас выручали, приходили, сдавали, когда у нас было очень мало доноров. Наше соседство с ними очень нас выручает. И в любой экстренной ситуации они приходят и помогают нам. На канале ННТ сегодня премьера короткометражного художественного фильма «Бумеранг». Картина повествует о примерном семьянине, любящем мужа и отца. Это на первый взгляд. Кстати, что-то в Дагестане стало спокойно. Нас это не устраивает. А на самом деле Шамиль является главарем местной террористической ячейки. На закрытом показе в Москве лента получила высокие оценки известных российских кинокритиков и продюсеров таких каналов, как «Россия-1», «СТС» и «ТНТ». Короткометражка основана на реальных событиях и, по мнению создателей картины творческой группы ННТ, является лучшей работой канала за последние годы. Это все ради удовольствия всего самого. Итак, не пропустите премьеру фильма «Бумеранг». Сегодня в 20.00 на ННТ. Три дагестанские спортсменки выиграли золотые медали на Кубке России по женской борьбе. Турнир прошел в Подмосковном на Рафаминске. Лучшими в своих весах стали Милана Махачева, Ксения Буракова и Евгения Захарченко. В копилке команды могло быть еще одно золото, но в шаге от первого места остановилась Виктория Ваулина. Кроме того, бронзовые медали Кубка страны на счету Екатерины Вербиной и Хадижат Муртозалиевой. К этому часу у нас все. Оставайтесь на ННТ, не переключайтесь. Всего доброго. До свидания.